В сегодняшнем видео мы расскажем о перепалке между Лукашенко и Пашиняном. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, как премьер-министр поставил на место лидера Беларуси. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинах на нашем канале. Ждем ваших комментариев. Сначала Лукашенко переговорил с премьером Армении Николом Пашиняном. Речь шла как о двухстороннем сотрудничестве Беларуси и Армении, так и о сотрудничестве в рамках интеграционных объединений, каким является Евразийский экономический союз. Среди прочего Лукашенко и Пашинян говорили о сотрудничестве ЕАЭС с Ираном и Сингапуром. В релизах отмечается, что глава Беларуси поздравил Пашиняна с удачным выступлением армянских спортсменов на Европейских играх в Минске. Спустя полтора часа пресс-служба главы Беларуси распространила информацию о том, что Лукашенко пообщался с президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым. Речь шла о графике двусторонних контактов, ощущение, что Беларусь ведет двойную игру, хоть это и свойственно Лукашенко. Узнав Пашинян, высказал президенту Беларуси, что не усидеть на двух стульях ему не удастся. Поздравляю тебя с избранием премьеры и самое главное с окончанием всех этих баталий. Ведь народам имени не обмануть, а унижать подобным образом он не позволит. За чего ты нападаешь на Беларусь? Нападаешь на своих, чтобы чужие поняли? Ну ты скажи, я буду молчать. Вот такой шел разговор. И в чем я не прав? Почему я антиармянский человек? У нас армяне живут лучше, чем в Армении. Такие слова Пашиняна подвергнули главу Беларуси в шок. Ведь это неудивительно, ведь подобный конфликт был уже, но он, к сожалению, ничему не научил Лукашенко. Как вы думаете, может ли подобное поведение Беларуси навсегда испортить отношения с Арменией? Подобная грань уже была, а переступить ее не так сложно. Свои ответы и мнения пишите нам в комментарии под этим видео. Будем наблюдать за происходящим, ведь Пашинян усмирил беларусского лидера. Но это не может продолжаться вечно. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.